В вопросе о том, почему Эстония и ряд других стран региона закрыли свои границы для потока россиян, и в частности российских туристов, есть несколько аспектов. Во-первых, с моральной точки зрения было бы неприемлемым признавать, что деловая или просто развлекательная активность граждан государства-агрессора будет продолжаться так, как если бы ничего не произошло. Сейчас происходит геноцид украинского народа, и в буквальном смысле он происходит и за счет налоговых отчислений этих россиян, которые хотели бы увидеть туристические достопримечательности, и неважно, в каком направлении они уезжают из России. Во-вторых, у нас есть законные опасения по поводу безопасности. Я разговаривал с официальными представителями Украины, которые поделились информацией об известном им случае, когда диверсанты и оперативники Российской службы безопасности проникли на территорию Украины за месяцы, а может и за годы до этого этапа войны. В Европе мы стали свидетелями отравления радиоактивными веществами, и, в частности, в Чехии взрывов запасов боеприпасов. Многие из этих российских оперативников использовали туристические визы и поддельные удостоверения личности для проникновения в другие страны. Это реальность, которую мы видели еще до войны в Украине. В-третьих, я считаю, что если на вашей территории находится большая группа людей, которые могут иметь отличные от ваших взгляды на эту войну, то их отношения и возможные действия могут представлять особый риск. Поскольку мы, Эстония, являемся соседней с Россией страной, мы приняли решение, исходя из общего контекста ситуации.